Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители! Наша сегодняшняя лекция посвящена недельной главе Микейтс. Словно переводится первая фраза этой главы, что через два года, сейчас мы вернемся к этой фразе, через два года фараону снится сон. И начинается недельная глава со снов фараона. С фараона снятся семь коров толстых, семь коров худых, потом ему снятся колосьи. И фараон проснулся, и написано, что он видел этот сон, и он очень расстроился. Приводится, что все его мудрецы, иногда понимают, что у фараона было много мудрецов, и много, то есть в Египте этим и слабился, никто не мог ему объяснить этот сон. Причем интересно, что слово сон там иногда упоминается в единственном числе, иногда во множенном числе. Иногда написано, и вот этот сон, иногда написано, и эти сны. Комментарии объясняют, что фараон понял, что эти два сна, они взаимосвязаны. И он понимал, что объяснение должно быть одно. Более того, некоторые комментарии говорят, что ему приснилось объяснение этих снов, но просто его забыл. И все-все-все его умные помощники, никто не мог ему помочь. Приходит Йосиф из тюрьмы, и он рассказал значение этих снов. Он говорит, что сейчас будет 7 лет, сначала будет 7 лет, будет очень большой урожай, будет все замечательно, и потом будет 7 лет голода. Вопрос, почему никто не додумался до такого простого объяснения. На самом деле, очень простое объяснение, на самом деле, оно сравнительно на поверхности. Конечно, можно сказать, что мы с вами уже знаем, ну, как говорится, знаете, мы уже в прошлом году книжку читали, позапрошлом, так, может, и поэтому мы это знаем. Ну, как-то странно, на самом деле, ведь очень-очень простое объяснение. Можно было бы делать какое-то похожее объяснение. Но никто, вот никто не додумался, причем наши мудрецы говорят, всякие версии, которые им предлагали фараону, почему никто не додумался, почему никто это не предложил. И это нас выводит на интересную идею, которую я постараюсь развить, что иногда мысли, очень простые мысли, просто не приходят человеку в голову, потому что это тоже зависит от Всевышнего. То есть вещи, к которым мы привыкли, что, ну, это от меня зависит, я подумал, я додумался, мне в голову пришла идея. На самом деле, хохма, мы молимся каждое утро, каждый день и каждый вечер. Мы молимся, чтобы нам дали, в зависимости ли вы молитесь, Свард или Ашкинас, но мы просим, чтобы Бог нам дал ум, знание, понимание. Это первое брохо Шманаэсра, которое мы что-то просим. Первые три вступительные брохи в Шманаэсра мы просто схвалим Всевышнего. Когда мы начинаем напросить, первое, что мы просим, это ум и разум. Теперь, кроме того, что просто с медицинской точки зрения, когда не про кого-то сказано, есть разные болезни, разные проблемы, когда у человека с головой, мог бы и про то, что называется, проблемы с головой. Но кроме всех медицинских проблем, чтобы никого у них не было, чтобы все были живы-здоровы, просто иногда люди забывают. Люди с феноменальной памяти иногда забывают вещи. Иногда, вот крутится какое-то слово, и вот он не помнит это слово, не может вспомнить это слово. Иногда человек не додумался до очень простой идеи. То есть все может быть, и эти моменты, это все тоже от Всевышнего, и мы всегда просим Всевышнего, чтобы он нам дал ум и разум, чтобы пользоваться то, что у нас даже есть. У меня один раз была история, меня, мой бывший ученик, он брал экзамен. И он меня попросил, чтобы я ему брошу дал. Так я его дал брошу, я ему благословил, чтобы все, что он выучил, все, что он знает, чтобы он был вовремя вспомнил. То есть иногда, когда человек идет на экзамен, когда человек идет что-то сдавать, то, что он уже не учил, это уже не поможет. Но идея, чтобы он вспомнил то, что он знает. И интересно, что в нашей еженедельной главе, это повторяется немножко позже, повторяется, когда братья увидели Йосифа, и они его не узнали. Пришли 10 братьев, и они его не узнали. Написано, что он их узнал, они его не узнали. Наши комментарии говорят, почему они его не узнали. И в Талмуде, это приводится в Талмуде, что когда Йосиф, это было задолго до этого, это было 20 лет до этого, Йосиф покинул их, у него еще борода не выросла. Ему было только 17 лет, он был парнишкой. Написано, что у него была еще не полная борода. То есть у него немножко борода начиналась, но у него была не полная борода. И поэтому они его не узнали. Все равно интересно, даже люди, у меня есть много историй, когда люди в маленьком возрасте, ему не было 3 годика. Ему не было 4 годика. В Америке очень часто, вы можете видеть, там рекламируют, показывают фотографии людей, которые потерялись. И может вы узнаете, может вы как-то определите их. Почему? Потому что люди, даже через много лет, ну как-то их можно узнать. Но почему-то 10 братьев его не узнали. Комментарии говорят, что на самом деле это тоже было от Бога. Это было от Бога, чтобы они его не узнали, потому что вся эта история должна была произойти. А почему тогда комментарии в Тармуде написано насчет бороды? Потому что если бы он совершенно не изменился, тогда это просто надо было его увидеть. Не надо было думать, не то что узнать, не узнать. Если человек вот он, так это любой человек сразу узнает. Поскольку у него борода была не полная, а теперь она полная, так это уже как было оправдание, как Всевышний сделал, что они его не узнали. Но это интересная вещь. Мне недавно шутку рассказали. Кто-то говорит, что вы знаете, я когда очень переживаю, я много кушаю. Вы знаете, на вас посмотришь, у вас не было спокойного дня в жизни, наверное. Очень часто, когда мы смотрим на кого-то, мы автоматически начинаем понимать, кто он, что он. Мы так устроены, да? Конечно, братья не подозревали, что это будет делать, и, конечно, и, тем не менее, голос, что они не должны были узнать, и Всевышний сделал так, что они его не узнали. Тармуд в трактате Гитин приводит интересную историю, она печально знаменитая история, когда римляне окружили Иерусалим. И была блокада Иерусалима, которая завершилась печально в 9 авгу, когда разрушили храм. И Гитин рассказывает, что раб Йоханам Медзаком был главой поколения. Целая история, как ему удалось выйти из этой блокады, выйти за пределы Иерусалима. Он сделал вид, что он умер, его вынесли, якобы его труп, и он встретился с римским главнокомандующим. И римский главнокомандующий был поражен, какой это действительно великий рабин, какой он умный. И римский главнокомандующий говорит, что ты хочешь, скажи, что ты хочешь. И Гимора говорит, что он попросил, он попросил, чтобы спасли Санедрин, он попросил, чтобы был великий рабин Рабцодук, который много постился, чтобы ему удали врача. И Гимора говорит, он не попросил, чтобы римляне не тронули храм. Но, по идее, если ему говорят, римский император, или командующий, он не был еще императором, потом стал императором. Но если римский главнокомандующий, он ему говорит, что ты хочешь, я тебя выслушаю. По идее, Рабьё Ихана Бензакой должен был сказать, не трогайте храм. Теперь Гимора приводит, что Рабьё Ихана Бензакой думал, что, может быть, если я попрошу слишком много, он мне ничего не даст, может быть, да. Но Гимора говорит, на самом деле, что произошло, Всевышний забрал у него вот эту идею. Он не дал ему эту простую идею, потому что храм должен был быть разрушен. Поэтому Рабьё Ихана Бензакой был великий рабин, был величайшим этого поколения. Многие из наших законов, которые, то, что мы, например, простой пример, мы все знаем, что весь суккот мы трясем лулав. Правильно, мы трясем лулав весь суккот, трог лулав, это, на самом деле, постановление Рабьё Ихана Бензакой. Рабьё Ихана Бензакой, потому что в Иерусалиме, на самом деле, надо было трясти лулав только первый день. И не только в Иерусалиме, то есть за пределами храма надо было трясти лулав только первый день. Рабьё Ихана Бензакой постановил, что мы трясем его весь суккот. То есть много постановлений, которые этот великий Равин постановил, и такую простую идею попросить, чтобы не трогали храм, Бог у него забрал. Поэтому человек должен понимать, что все эти вещи, простые идеи, простые мысли, это зависит от Всевышнего. Когда вам вы что-то умное действительно придумали, вам действительно, о, как я хорошо, как я сообразил, как я сообразил, я понял, что я. Надо поблагодарить Всевышнего и надеяться, что действительно это была хорошая идея, не всякая хорошая идея, когда мы думаем, о, как мне повезло, как я хорошо подумал, а потом оказывается, что это было не совсем хорошо. Но если у вас да, что-то получилось, надо не забыть попросить, поблагодарить Всевышнего за умную идею. И когда вам надо принимать какие-то решения, даже простые решения, очень желательно попросить Всевышнего, если вы молитесь три раза в день, ты попроси Всевышнего, Всевышний, дай мне правильное, помоги мне принять правильное решение. Потому что такие великие люди, как помощники фараона, такие великие люди, как Робьеха и Безака, они иногда ошибались. И тоже еще надо знать, иногда мы знаем наши знакомые, наши родственники, они ошибаются. Так надо понимать, что не всегда они в этом виноваты. Иногда бывает такое, что Всевышний забирает вот эту самую возможность правильной мысли, раи чего-то. Дальше, когда Иосиф выслушал эти сны, теперь Иосиф их объяснил, он сказал, что это фараону сказали, что на самом деле это один и тот же сон, будет семь лет урожая, и потом будет семь лет голода. Да? Причем интересно, Всевышний так это все сделал, чтобы перед Иосифом сначала все мудрецы попытались рассказать. И Иосиф последним, уже когда уже никто не мог ничего сказать, вспомнили о Иосифе. Почему Всевышний это подстроил так? Потому что если бы Иосиф, например, первым или вторым выступил, после него сразу сразу, вот да, как раз, я как раз тоже, вот то, что я хотел сказать. Вот как раз, вот прямо выхватили, выхватили, вот жалко. Обычно эти евреи лезут куда не надо, да? Всевышний так все сделал красиво, что сначала все-все-все мудрецы фараона выступили. Все сказали свое мнение, когда уже никто ничего не мог сказать, тогда выступил Иосиф, и фараону это очень понравилось. И потом, очень интересно, в конце своей речи Иосиф говорит, что фараон должен назначить умного, знающего человека, чтобы он собирал урожай все эти семь лет, чтобы потом был урожай на дни, на года голода. Комментарий задает вопрос, Иосифа попросили интерпретировать, объяснить эти сны. Его не просили давать советы. Комментарии говорят, что это была часть сна, часть интерпретации сна, часть объяснения сна. Поскольку, Иосиф говорил, поскольку фараону показали этот сон два раза, это не просто ему показали этот сон, значит, ему говорят, что надо делать. Что ему надо делать, то есть Иосиф, это была часть его объяснения, Иосиф. То есть не то, что Иосиф взял на себя ответственность давать фараону ценные советы. Иосифа попросили объяснить сны, часть объяснения сна. Иосиф сказал, что поскольку фараону эти сны показали, и показали его два раза, Значит, это прямо сейчас будет. И, наверное, от фарона хотя так-то и так-то. Комментарии, кстати говоря, прямым текстом, что Йосиф, когда я это говорил, он имел в виду себя. То есть он действительно, он знал, кто будет этот самый умный, самый толковый человек. Но это было часть того. И комментарий говорит, очень интересный вопрос. Почему для того, чтобы этим всем заниматься, нужен умный, знающий человек? Я вот взял организованного. Человек, который разбирается хорошо, может быть, в математике. Хахам. Что интересно, хахам, вот этот умный. То есть всегда хорошо быть умным. Всегда приятнее работать с людьми, которые умные. Это само соблюдение. Но главная черта вот этого человека, которого ищет на эту работу, то, по идее, надо было, который хорошо разбирается в математике, правильно? Так хахам, это очень интересная вещь. Хахам, слово вот это наидыше, на иврите, по-разному, с разными оттенками его переводят на русский язык. Но наши мудрецы в разных местах по-разному говорят, какого человека можно считать умным. И в одном из мест в Геморе говорится, что хахам, умный человек, это тот, кто предугадает, может, и знает, что будет дальше. А Роя сонолит, он видит, что принесет будущий день, если так можно сказать. Поэтому Йосиф выбрал именно то, что тут нужно хахам. Почему? Потому что когда 7 лет, и огромный урожай, и все есть, и все выбрасывается, забрасывается. Очень тяжело. Сказал, вы знаете, через 7 лет будет засуха, через 7 лет будет голод. Никто серьезно это не воспринят. Насколько вы это не будете говорить, это очень тяжело. Надо не забывать, что мы говорим о Египте. Египет, он зависел от Нила. В отличие от земли Израиля, которая каждый год зависит от дождей. И каждый год надо молиться, чтобы были дожди в этом году тоже. Мои Бог, чтобы в Израиле были дожди. В смысле, развесим от Бога. Египет, у них была замечательная река, которая разливалась, и все было здорово. Они не привыкли к голоду. Если вы помните Аврам, когда был голод, наоборот, когда был голод в земле Кнадской, он спустился в Египет, наоборот. То есть в Египте они к этому не привыкли. Тут 7 лет будет не просто изобилие, а огромное изобилие. И заставить людей, отделять какие-то проценты, что-то давать, что-то прятать, это очень тяжело. Нужен хахам, хахам, это тот, кто видит, что будет дальше. Который смотрит, и понимает, и верит, и поэтому он должен этим заниматься. Между прочим, там приводят другие комментарии, что некоторые люди, которые даже пытались это спрятать, у них это все испортилось. То есть там нужен был элемент ума, чтобы добавить какие-то вещи, которые, чтобы пшеницу просто добавили, чтобы она просто не портилась. Некоторые просто говорят с точки зрения агрономии, чтобы просто, чтобы она не портилась. Но хахам, это тот, кто может видеть не только то, что перед ним. Простые люди, один большой раввин сказал, что разница между простым раввином, большим раввином, и большим раввином, это один видит только то, что перед его носом, один видит немножко наперед, один видит еще на следующий год, что будет дальше. Так тут нужен был именно хахам, и Гемора говорит, и в комментарии говорят очень интересный момент, что можно провести аналогию, что вот эти 7 лет изобилия, это 7 лет нашей жизни, не 7, а 70. Царь Давид сказал, что люди живут, средний человек живет 70 лет, если повезет 80, дай Бог, чтобы мы все по 120, и так дальше. Но наша жизнь, на самом деле, это года изобилия. Я не говорю с точки зрения покушать, чтобы у нас всем было все покушать, мне не жалко. И не только, когда мы переживаем, чтобы просто хорошо кушали. Но наш, с точки зрения духовной, мы пришли в этот мир. Слава Богу, чтобы пройти вот эти 70 лет изобилия, мы можем делать заповеди, мы можем молиться, мы можем служить Всевышним, мы можем... Человек, который умирает на общепринятом языке, мы его называем нефтар. обычно на иврите, на идуше, называется нефтар, это освободился. То есть, когда он жил, он мог соблюдать заповеди, он был обязан соблюдать эти заповеди, потом не хотят, люди говорят, не хотят говорить умер, не принято, среди евреев не приятно было, говорят, говорить умер, да говорили так, в мягкой форме говорили, он освободился нефтар он освободился от обязанности соблюдать заповеди до нефтар так пока он даже у него есть возможность это возможность это не наказание которые смотрят к сожалению на эти заповеди на вот это нельзя это нельзя тут надо туда жить не дают наоборот нормальные евреи которые понимают что мы сказали на горе сына если вы помните это было чуть больше трех тысяч лет назад что мы готовы конечно нас его ниша мы готовы все это соблюдать с удовольствием и каждый человек приходит этот мир кстати все наши души были на горе сина и там второе написано что те кто здесь те кто кого здесь нету я заклинаю то есть все мы там были мы сказали мы хотим мы с удовольствием хотим все это соблюдать для чего чтобы по три раза наша душа росла чтобы мы получили место в будущем мире и так далее так у нас сейчас всего все кто меня слышит у нас всех сейчас года изобилия но нужно быть хохам который понимает что надо сейчас откладывать на будущее есть очень много поучительных историй которые рассказывают как как ну сравнивают жизнь и что будет после того что покидает этот мир один из примеров приводится что жил добыл царь и один из его подданных очень-очень ему помог и царь сказал что тот кто нет столько помог я ему даю там пять или десять минут зайти в царскую казну и он может брать все что хочет и так оно и было действительно вот этот поддан очень-очень помог там спас его и так далее и действительно царь должен держать свое слово и настал этот день когда он идет в царскую казну там все приготовлено было ему дает определенное время 10 минут он может взять все что хочет царской казни но царь испугался что жалко все таки да так ему другой подданный умный посоветовал что вы знаете ваше превосходительство у этого человека из маленькая слабость очень любит музыку поэтому знаете что мы сделаем как только он войдет царскую вот эту сокрыл там это здание пусть там будет сбоку где-то огромный оркестр который будет замечательную музыку играть и когда он зайдет он начнет вместо того чтобы ловить момент у него там эти 10 минут набить карманы он скорее всего начнет слушать музыку и так далее короче надо его ответь и царю это очень понравилось здесь на таки сделали этот подданный который пришел уже купил в долг себе купил такие красивые одежды он уже понимаешь все через каких-то 10 минут он становится богачом и наконец открываются эти ворота он ходит в казну он уже готов хватать и вдруг заиграл вот эта музыка замечательная музыка не сначала даже не подкуда найдет и у него как тоже нас говорили челюсть отвисла и вот где-то минуту или две он сильно слушал потом сам себе скажу что глупости что-то что-то и он пошел дальше нет нет я должен я здесь есть что-то плюс музыку слушать и если она начал уже собирать и вдруг поменяли это за играл другая музыка за играл другой мотив короче я не хочу вам 10 минут рассказывать что там происходило но он вышел из из царской казны практически с пустыми карманами потому что он зато хорошую музыку послушал так что это пример что люди приходят в этот мир но у нас у всех есть то что называется ей церара который уже царь соломон назвал его мэлах зок нутсил он назвал его старый старый самый царь который над нами нам все время хочет пытаться мешать и люди на слабого нам дали не десять минут дай бог 120 лет нас все время отвлекают нас все время мы все время забывали зачем чем сюда пришли что мы тут что от нас хотят и все время и и причем ничего не тоже что-то плохое делаем гусь ничего плохого нету у нас время отвлекают так тут то делать это сделать причем и иногда очень интересно да нам ей цара говоришь это еще и митсвад миссис надо отдохнуть а сейчас еще ханука ну ханука это вообще надо отдохнуть это же ханукальные сейчас каникулы и так далее и человек забывает что сейчас у него вот эти семь лет изобилия который надо сейчас эти семь лет изобилия потому что потом шанса не будет наши мудроцы приводят другой пример это тот кто работал в пятницу кушает в субботу кроме кроме всех важных напоминаний что нам суббота дает что бог сделал мир за шесть дней это заехалийте смыцрая напоминание что мы вышли из египта но суббота это слышал рабовик Демиллера он часто повторял суббота еще нам напоминание чтобы будет мир который называется вечная суббота наши мудрецы называют будущее минуты никого называют как бы вечная суббота и те кто в пятницу приготовят челнг и поставить челнг на огонь так у него в субботу будет челнг те кто в пятницу пойдет отдохнуть и забыл поставить будильник а потом просыпается ой уже суббота наступила ой жалко что теперь будем кушать я не знаю что будем кушать так наш мир мы сейчас находимся в эти годы изобилия дай бог чтобы мы действительно как йосиф сумели отложить себе на дальнюю дорогу надо для этого быть ха хам надо быть умным и не не отвлекаться не не чтобы нас не сбили с с нашей дороги после этих снов очень интересно хочется напомнить что эти сны действительно сбылись были действительно было семь лет изобилия потом начался голод действительно со всех стран в египет спускаются люди и яков приводится что семья якова яков сказал своим детям причем интересно там написано что у них было на самом деле что кушать но я то скажу не хорошо прошел нас будет говорить действительно я к послать своих детей египет и наши мудрецы говоришь на самом деле весь этот голод все эти сны все это было зачем чтобы я спустился в египет был великий план я не буду напоминать некоторые вещи мы уже упоминали не важно почему был великий план что евреи должны оказаться в египте яков со своими детьми должен оказаться в египте более того на самом деле было заранее запрограммировано что я к должен был спуститься в египет в канделах очень интересно приводится что на самом деле когда авраму пообещали что твои потомки спуститься в египет на самом деле я то должен был спуститься как раб египет всевышний пожалел его вместо этого йосифа продали и конечном итоге яков спустился это будет на следующей неделе на главе он спустился наоборот очень престижно и так далее на все это было сети весь этот голод все эти сны почему я все выше почему зашел почему чтобы я к спустился в египет если вы посмотрите в те лим 105 псалме те лим написано что всевышний всевышний бог наш и он руководит всем миром в одном предложении написано что всевышний он наш бог так соединение таких очень простое что всевышний поскольку он наш бог и он делает для нас все что нам нужно все что нам необходимо поэтому он руководит миром и в мире происходят очень разные вещи катаклизмы и так далее все ради еврейского народа если вы помните тура начинается слово берейшис первое слово когда сотворение мира это слово берейшис и наши мы все говорят знаете кто еще называется рейшис еврейский народ еврейский народ в другом месте называется тоже рейшис потому что весь мир создан был для этого поэтому иногда в мире происходят там что-то произошло здесь что-то произошло в великие события которые напрямую не видно ничего и причем тут еврея причем тут это зачем если вы проследите на самом деле все эти вещи здесь этот голод и все эти сны на самом деле они были связаны с еврейским народом что еще интересно подчеркиваю комментарии что конечном итоге братья пришли в египет из-за снов то есть цепочка очень интересная йосифа продали в рабство потому что ему ему снили сны йосиф потом попал в тюрьму потому что он в тюрьме расстолковал сны и потом он вышел из тюрьмы тоже из-за снов то есть попал он в египет на самом деле потому что ему снились сны рассказывает о братьям и потом благодаря сно он вышел из тюрьмы потому что он растолковал сны фараона так подчеркивается очень интересная вещь всевышний очень часто наказывает и лечит одной и той же палкой обычно да была такая шутка что когда собрались врачи со всех стран мира там многие врачи не говори жалко у нас очень тяжело тяжело с диагностикой тяжело диагностировать у нас то советский врачи сказано у нас от чего лечат этого и умирают нас очень хорошо да так так всевышний у нас наоборот всевышний он обычно врачи болеют одной гадостью а лечат другой другими лекарствами да хотя интересно есть такая вещь как многие многие уколы там там интересно что иногда пользуются ядами на пользу действительно чтобы лечить такое бывает но в целом обычно тогда у человека рано рано на класть бинт а всевышний подчеркивается всевышний очень часто специально так делают что проблема и спасение от этой проблемы это одна и та же вещь это пример йосифа пример во времена пурма началось все из ваш ты ваш это была первая первая жена хашвароши на самом деле она очень плохо относилась к евреям из-за нее а поскольку она плохо себя вела она ее убили потом пришла на самом деле из-за нее произошел весь пора интересно уже поближе к нам 1492 году это был тот год когда евреев изгнались из испании это на тот момент огромная огромная была община в испании их изгнали в этом же году columb открыл америку не真 проставил америка это та страна которая спасла конечном итоге очень многие евреи европы и других стран спаслись именно в америки именно в том году когда с одной стороны было несчастье, это было 9 авгу 9 авгу этого года евреев изгнали из Испании и в этом же году испанские испанские корабли они открыли на самом деле они не достигнут на самом деле в районе Кубы выселились но в конечном итоге они открыли Америку то есть это был тот же год есть много параллелей когда это происходит те же самые плохие и хорошие вещи интересно когда мы молимся в молитве перед Шма Исраэль есть благословление мы говорим и в Шахарисе и в Мариеве в Шахарисе мы говорим Всевышний который создает свет и тьму когда мы молимся о Шахарисе и ночью тоже когда мы в Мариеве учимся мы упоминаем о свете это геморно, геморно в самом деле подчеркивает что когда мы молимся утреннюю молитву мы должны упомянуть о тьме Ёйцер Ор Убой Рихойшах Ёйцер Ор сотворяющий свет и сотворяющий тьму хоть мы вроде бы Шахарис мы же молимся утреннюю молитву и в вечерней молитве тоже мы упоминаем и то и то почему? потому что Всевышний специально и день и ночь и свет и тьма это все от Всевышнего специально Всевышний так делали потому что у язычников у них было такое понятие как хороший бог и плохой бог это было две разные с маленькой буквы то есть у них такой идол такой идол такой идол надо было ему придется этому идолу принести жертву то есть у них это было разделение Всевышний специально подчеркивает что на самом деле Всевышний всем этим руководит И поэтому, чтобы бросалось в глаза, что это все один и тот же Всевышний. Поэтому специально те же самые сны Йосифа, те же самые сны Йосифа, из-за которых ему все эти были проблемы, потом эти сны, это те сны, которые на самом деле ему и спасли жизнь. Возвращаясь к начале нашей недельной главы, написано, что, с чего мы начали сегодняшний урок, что Йосиф два года был в тюрьме. На самом деле, Йосиф был 12 лет в тюрьме. Недельная глава начинается, что после двух лет, фараону приснили сны, и Йосиф вышел из тюрьмы. Итого, Йосиф был в тюрьме 12 лет. Наши комментарии говорят, что сначала он был 10 лет в тюрьме. Почему именно 10? Потому что он говорил о Шонаре, он докладывал отцу против своих братьев, и поэтому за каждого брата, у него было 10 братьев, он отсидел в тюрьме 10 лет. Потом, на самом деле, когда он истолковал сны Виночерпия и Пекаря, на самом деле он мог бы выйти уже из тюрьмы, но он, когда попросил, очень интересно, когда он попросил Виночерпия замолвить о себе, он два раза его попросил, он сказал, вспомни обо мне перед фараоном, так Всевышний его наказал, поскольку он положил свою надежду на Виночерпия, так Всевышний его наказал. Опять-таки, это на его великом уровне, это Йосиф, он был большим праведником, на его уровне, это было как бы недостаточно вера Всевышнего, он сказал два лишних слова, некоторые, кстати, говорят, что слово, на самом деле, первое было не лишнее, первое он должен был сказать, второе было лишнее. В любом случае, два раза он сказал, вспомни, вспомни, сказал он этому Виночерпию, поэтому он лишних два года был в тюрьме. Не только просто совпадение, два слова, два слова, очень интересно, что Йосиф, наши мудрецы говорят, тот день, когда он вышел из тюрьмы, это был Рошашана. И если вы посмотрите наш Сидур на Рошашана, Рошашана это Йома Зикарон. Рошашана это день памяти. Почему это день памяти? Потому что это день, когда Всевышний вспоминает деяния всех людей, причем не только евреев, это Йома Зикарон, Всевышний вспоминает, понятно, что Всевышний не забывает, но как бы он вспоминает. И очень интересно получается, что Йосиф в Рошашана, Йосиф по глупости, опять-таки не говоря так, как наши комментарии объясняют, Йосиф сказал в Рошашана вот эти два слова, вспомни, вспомни. И Всевышний как бы не вспомнил о нем, поскольку он вспомнил, он сказал это слово вспомни, Всевышний, хотя это и был день памяти, отодвинул на два Рошашона, то есть два дня памяти пропустили, и лишь только через два года Йосиф вышел из тюрьмы. И опять-таки мы видим, очень интересный момент, что Всевышний, когда он руководит этим миром, он делает похожие вещи, он специально называется мера за меру. Если человек где-то ошибся, его наказание или исправление будет такое же, как и его ошибка. Йосиф ошибся словом Зикарон, он сказал вспомни, он был наказан, потому что он пропустил, значит, его в день Зикарон, в день памяти, о нем не вспомнили. Всевышний, есть интересное правило, то есть одно из правил, которым Всевышний руководит миром. Одна из причин, чтобы было искупление за какой-то грех, так обычное искупление должно быть таким же, какой был и грех. Иногда Всевышний это делает, что таким образом мы можем понять, за что, почему и как это все происходит. Иногда, если человек видит, например, что у него что-то проблемы с деньгами, что-то вот у него не идет, так он, есть как бы идея, может быть, задуматься, может быть, он что-то с деньгами не то делает. И так далее. То есть Всевышний специально, у нас же должно быть какое-то, какое-то, ну, рычаги общения, что если Всевышний нам хоть что-то намекнуть. Поэтому всегда есть такие вещи. Интересно, что современные раввины, то, что я вам сейчас рассказываю, это было во времена Иосифа, но большинство современных раввинов, которые, они говорят, что в наше время мы настолько далеки от горы Сина и от пророков, что очень много, когда приходят, например, к большим раввинам, говорят, вот за что мне это, почему у меня это, Всевышний, возможно, даже не требует от нас, чтобы мы догадались, на что он намекает. То есть в былые времена Всевышний таким образом как бы намекал человеку, человек где-то ошибся, где-то оступился, так Всевышний ему намекал, чтобы он понял свои ошибки. Иногда в наше время, если у кого-то даже что-то не то, какие-то у него может быть проблемы, это не обязательно, что надо винить себя в чем-то и догадываться. Если человек понимает, из-за чего это, надо просто исправить. Но в наше время не обязательно это работает, но в былые времена Всевышний действительно таким образом намекал, если кто-то что-то ошибся, если кто-то сделал. И наоборот, если человек сделал что-то хорошее, обычно его награда была связана с тем хорошим, за что он это заслужил. Кстати, Рувен в нашей Женедельной Главе тоже Рувен, когда братья не понимают, что происходит, и Йосиф их обвинил, Йосиф сказал, что они пришли на самом деле разведчиками быть и так далее. Рувен братьям сказал, ага, вот видите, наверное, нас Бог наказывает, потому что мы были жестокими по отношению к нашему брату, и за это нас Бог наказывает. Опять-таки, они не знают, что это Йосиф, они думают, что это просто какой-то глава Египта, и тем не менее, они понимали, что просто так ничего не случается. Если Всевышний дал этому второму человеку в Египте почему-то в его глупую голову, что он их обвиняет в этих глупостях, так первая реакция должна быть, о, какая глупость, как это нас обвинит, что, где, что мы разведчики, мы пришли специально что-то кому. Можно подумать, что знаете, Израиль с Египтом в те времена был в состоянии войны, знаете, 10 израильских разведчиков споймали, 10 израильских разведчиков споймали, ничего такого не было. Вместо того, чтобы говорить, вот какой глупый, что нет, Румын сказал, наверное, Всевышний, это Всевышний, это не этот человек, которого мы видим перед нами, это, наверное, Всевышний нас наказывает за то, что мы были жестокими к своему брату. У нас немножко времени осталось, я хочу все-таки коснуться Хануки. Во-первых, нам было с этого начала поздравить, конечно, если вы слушаете этот в записи урок, если все еще Хануко, пожелать счастливой и светлой Хануки. Но Хануко, во-первых, это праздник света. Греческое изгнание мудрецы называют темнотой. Несколько раз упоминается, что Яван, Греция, это тьма. Почему-то у нас не хватит времени, но объясню, почему именно Греция ассоциируется с тьмой, наоборот, учение свет. Но что такое тьма? Тьма, это не такая тьма, чтобы вы ничего не видите. Когда темно, когда сумерки, например, вы неправильно, вам кажется, что там кто-то стоит, а на самом деле это дерево. Маленькие дети, они пугаются, да, ой, они испугаются, что там включишь свет, на самом деле это было, никого там не было, там просто подушка, какая-то странная подушка лежала на кровати, а ребенку показалось, что там какой-то медвежонок, да. Когда темно, вы плохо видите. Так иногда евреи, когда мы находимся в изгнании, на самом деле греческое знание по-своему оно продолжается, потому что мы далеки от Всевышнего, у нас нету храма. И мы не видим для этого, для того, чтобы понять и увидеть, что действительно на самом деле перед нами происходит. Для этого нам нужен свет и нужен ум. Хахам, то, что мы в начале урока сказали. Умный человек это не тот человек, который видит то, что перед ним, а понимает и думает наперед. То есть иногда мы в нашем мире мы видим, что все вроде происходит, все вроде бы четко, все понятно, на самом деле если мы включим свет мы увидим точечно больше, а если мы подумаем мы увидим еще больше. Поэтому праздник Хануки интересно, мы ведь празднуем по идее победу. Если простого человека спросить, что произошло в Хануке? Вам скажут, что была маленькая еврейская армия, которая победила великую греческую армию. И очень интересно, но когда мы празднуем, какой наш символ Хануки это 7-свечник. 9-свечник, потому что мы зажигаем, но это свечи. Почему же надо было меч показать, дубинку какую-то? Потому что, чтобы не забывать, опять-таки, мы хотим напомнить самому себе, что если просто посмотреть на историю Хануки, которая, кстати, она нигде не записана, то есть она записана в некоторых мебешах, но нету книги, которая официально рассказывает про все эти войны ханукальные. Тоже интересно, потому что уже не было пророков. Когда Бапуром, сама эстая была пророчица, были пророки, которые это записали. Во времена Ханукла уже пророков не было. Чтобы четко объяснить и записать исторические факты, надо видеть, потому что человек, если простой человек запишет, он запишет, как он видит. Почитаете газеты, часто одну и ту же вещь рассказывают по-разному, потому что непонятно, была война судного дня, смотря в какой стране вы живете, вам скажут, кто победил. Поэтому чудеса Хануки не записаны в официальной филамудической литературе. Есть всякие, конечно, отрывки, но нет записи. Почему? Потому что не было пророков, которые видят на самом деле, что произошло. А что мы до празднуем это чудо, которое все согласны, что было, что в храме масло, которое должно было гореть только один день, горело 8 дней, это да, мы празднуем, потому что это мы четко знаем, что произошло. И таким образом Всевышний показал нам, что свет на самом деле минор это символ Торы, что мы да, победили греческую тьму, да, конечно, физически, они победили это физически, но празднуем мы чудо Хануки это то, что победило именно сила еврейского народа, не столько физическая, сколько духовная, и поэтому мы зажигаем на свечи. Я хочу пожелать всем слушателям еще раз фрейла Хануку, чтобы действительно, чтобы нам удалось, чтобы у нас было много лет, дай Бог, много здоровых лет, и чтобы мы действительно празднули много Хануки, чтобы действительно мы удостоились, даст Бог со всем еврейским народом увидеть настоящие свечи, не Ханукальные, а свечи Минары в Бесамикдаше. Всего хорошего.